Мы продолжаем. Собака это верный друг человека, любящий всем сердцем своего хозяина. Они всегда хозяева, отвечают взаимностью. Основной причиной увеличения числа бродячих собак, как правило, является безответственное отношение людей к животным. Самым простой пример, когда питомца берут в семью, а после истечения времени выбрасывают на улицу. Собака гуляет сама по себе. Еще хуже, когда животные сбиваются в стаи. И, вероятно, помня о предательстве со стороны своих бывших хозяев, такие животные перестают верить в дружбу между людьми и собаками. Случаи нападения не редкость, последствия у каждого случая также разные. Как обезопасить себя от нападения собак, узнавала Юлия Великодная. В этот раз общественность всколыхнула новость из Намского улуса о 8-летней девочке, которая получила не только укушенные раны, но и обморожение. По пути домой она подгверлась к нападению соседских собак. Несмотря на полученные травмы, девочка смогла добраться до дома, где во дворе ее обнаружил старший брат. В настоящее время школьница находится в ожоговом отделении. После нападения животных длительное время девочка провела на морозе, получив обморожение. Сейчас с ней проводят работу психологи. В настоящее время состояние больное оценивается как средней степени тяжести. Состояние стабильное, ее жизни ничего не угрожает. В настоящее время принято решение о консервативном дальнейшем введении данной подсвинки. По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследуются все обстоятельства произошедшего. Девочка рассказала, что напали на нее именно аляскинские маламуты. Всего таких в Намцах 5 собак. Все они помещены в питомник. По правилам после отлова проводится клин исследование. По итогам анализов эти собаки оказались здоровы. У животных ухоженный вид и их вес соответствует возрасту. Резонансные случаи нападения собак на человека время от времени будоражат общественность. Вспомнить конец ноября 2016-го. Случай, когда молодой человек чудом остался жив после многочисленных укусов стаи собак. Тогда вовремя подоспевший охранник одного из предприятий разогнал животных. Состояние потерпевшего при поступлении в больницу расценивалось как стабильно тяжелое. Четырех собак удалось отловить. Мы связались с ним, чтобы договориться об интервью. А именно, смог ли он полностью восстановиться и как он чувствует себя спустя год. Но он не смог с нами встретиться, так как для него это очень больная тема. И ему не хочется вспоминать этот день. Все же у него есть мнение насчет того, как бороться с бродячими собаками. Я однозначно за усыпление бродячих собак. Говорил и буду говорить, что собака без хозяина это уже не то доброе домашнее животное. Это в первую очередь хищник, ищущий себе пропитание любым способом, в том числе и нападением на людей. И тут я еще согласен с мнением, что усыплять собак гуманнее, чем позволить животным умирать на улице от голода и холода. Почему эта тема для меня настолько актуальна? Я по себе знаю, как это больно и мучительно восстанавливаться после укуса собаки. В ноябре прошлого года на меня напали шесть собак. Растерзали до полусмерти и я чудом остался в живых, за что благодарю Бога и врачей, лечивших меня каждый день. И я не хочу, чтобы кто-либо еще пережил все те муки, через которые мне пришлось пройти и до сих пор приходится. Левая рука еще не восстановилась, полностью не сгибается из-за повреждения сухожилий. Так или иначе, каждый сталкивался с одиноко разгуливающими псами. Самый верный способ не спровоцировать нападение животного – это не делать резких движений и не допустить, чтобы собака оказалась за вашей спиной. Как сообщают специалисты, бездомные собаки очень трусливы, но когда в их стае оказывается собака, у которой есть хозяин, опасности не миновать. Но что же делать, если вы понимаете, что в ваш адрес исходит угроза от животного? Надо встать лицом к собаке, прямо, не скукожившись, жестким взглядом, жестким голосом. Кыж отсюда, ну-ка пошла. Нагибаемся, кидаем собаку, нагибаемся и кидаем, по-другому никак. А если ничего не будет, все равно имитацию нужно сделать? Да, имитацию нужно сделать. Бездомные собаки даже от имитации убегают. Но если там, говорю, будет домашняя собака, то она может и сработать. Подставляйте руку, если ничего нет, подставляйте ногу, чтобы не пошла в живот, не пошла в грудь, не пошла в лицо. Власти республики принимают различные меры для контроля за ситуацией. Ежегодно выделяются средства для отлова безнадзорных животных. Тем временем, в ближайшее время в Госдуме России рассмотрят предложение о налоге на домашних животных. Сумму налога чиновники пока не озвучили, но считают, что введение налога снизит количество бездомных четвероногих. Но процедура чипирования позволит мгновенно установить владельца животного в случае нападения. И вот тогда уже ответственности не избежать. Напомним, в феврале 2014 года стая бродячих собак убила 9-летнего мальчика в поселке Беркокит Нерюнгринского района. В марте того же года в Булунском районе скончалась 9-летняя девочка от укусов стаи собак. Если такие меры будут приняты, вероятность происшествий снизится в разы. Юлия Великодная, Нергуяна Егорова, Евгений Тайтонов, Евгений Лугинов, Владимир Павлов. Филиалы Намского и Булунского. Якутия. День за днем.